Наша съемочная группа проехала на автомобиле от Москвы до Бреста. Насмотревшись из окна российских пейзажей запустения, мы въехали на территорию Беларуси. Развернувшаяся перед нами картина поражала. Ни одного заброшенного кулачка земли. До горизонта простираются поля, засеянные различными сельскохозяйственными культурами. По пастбищам ходят тучные стада коров. Ни одной разбитой фермы, компактные, ухоженные села с благоустроенным жильем. Люди, земля, поля, фермы, элеваторы – все работает. Оказывается, сегодня Беларусь производит продуктов питания в два раза больше своих внутренних потребностей. Отдельная тема – вездесущая чистота и качество дорог. Трассу от Бреста до Москвы строили в СССР к Олимпиаде 80-го года. Белорусская часть трассы не уступает знаменитым немецким автобанам. Разрешенная скорость – 130 км в час. Это против 90 км в час на ухабах российской части той же дороги. В Беларуси отсутствуют стационарные посты ГАИ. За всю дорогу мы не встретили ни одного ГАИшника, стоящего на обочине. Контроль за движением осуществляется камерами наблюдения. Вдоль всей трассы стоят телефоны экстренной связи. Идеальная чистота. Здесь нет наших пыльных и грязных обочин. Одно слово – Европа. При этом уровень ДТП в Белоруссии в разы ниже российского. Удивительно, но в Белоруссии, в отличие от Смоленской области, не горели леса. Выкашенные обочины, опашка лесополос, не дает разгореться огню от выброшенного окулка. Как оказалось, здесь и деревья не падают на линии электропередач. Минск. Его улицы поражают чистотой, красочностью и дисциплиной водителей. В городе нет того обилия безобразной рекламы, которой привыкли мы. Минск и другие города Белоруссии – это большая стройка. Возводимое жилье, объекты социальной сферы, науки, образования и культуры четко обозначают вектор развития государства. Для примера, стоимость одного квадратного метра жилья в Минске составляет менее 800 долларов. Страна живет, работает экономика, все сферы социальной жизни. Все крутится и трудится, в отличие от нашего российского развала. Во всем чувствуется, что в Белоруссии работает четкая система и закон. Конечно, сегодня в Белоруссии есть серьезные экономические трудности. Но здесь есть экономика, а не только две трубы, как у нас. Рост цен на топливо, продукты, товары народного потребления не могли не отразиться на белорусах. Но даже в условиях повышения эти цены ниже наших в 2-3 раза. Видя это, начинаешь понимать, какую же бешеную маржу снимает с тех же товаров наши капиталисты. Работая на съемочных площадках, нам удалось побеседовать со многими людьми. И во всех разговорах сквозила обида на необъективность наших средств массовой информации по отношению к Белоруссии. Да, люди хотят жить лучше, но они не хотят попадать в российскую ситуацию. Кстати, для решения экономических проблем Александр Лукашенко пригласил в Беларусь не западных, а китайских специалистов. Когда мы возвращались в Москву, нас не покидало чувство стыда и боли за Россию. Любому, кто посетил Беларусь, становится ясным, почему наше руководство и подконтрольные им СМИ так безобразно относятся к Братской Республике. А происходит это лишь потому, что Беларусь не в теории, а на практике серьезная альтернатива российской действительности. И стоит эта альтернатива костью в горле у нашей власти. Беларусь не в теории, а на практике серьезная альтернатива. Беларусь не в теории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова